Куда лучше всего инвестировать сейчас? Мой канал посвящен инвестициям, я долго о них рассказывал, постоянно. И сейчас, после долгих рассуждений, я подумал и, кажется, нашел самый лучший способ, куда инвестировать сейчас. Всего одно легкое движение. И тебе доступен YouTube, Instagram, Facebook и прочее в полном объеме, без всяких ограничений, потому что ты формально в США. Размести значок VPN на главном экране и сделай за правило входить в интернет через VPN. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Давненько я не появлялся на канале. Почему? Я объясню сейчас. Дело в том, что я некоторое время отдыхал. В буквальном смысле этого слова, то есть мы совершили с женой чудесную поездку в горы при Эльбрусье. Там был очень слабый интернет, во-первых. А во-вторых, настроение было именно такое, что вот просто кайф. И ничего делать по поводу инвестиций не хотелось, с одной стороны. Но с другой стороны шел процесс зарабатывания денег при этом. То есть прямо в ущелье Эльбрусье я параллельно зарабатывал небольшие деньги. Ну и там мы, конечно, ходили по горам буквально до изнеможения. В моем возрасте, наверное, это все-таки тяжеловато. Но я делал это с удовольствием. Купался в водопадах, ходил в горы. И, в общем, ничем таким не занимался, а занимался тем, что вертел деньги по-прежнему. Вот. Сейчас обо всем по порядку. Итак, смотрите. Давайте посмотрим на то, что происходит у нас чисто объективно. Со всякими акциями. И посмотрим, куда же можно инвестировать. Ну, давайте глянем на S&P 500. Вот сейчас вы видите график индекса S&P 500. Он очень здорово просел с, ну, где-то вот с конца марта. И что происходит? А происходит следующее. В Америке есть инфляция большая. И ФРС постепенно повышает ставку. Повышение ставки, значит, там, чтобы с инфляцией они закручивают гаечки потихонечку. Убирают ликвидность с рынка. Это приводит к тому, что S&P 500 падает, закономерно вполне. Он слегка сдувается. Будет ли этот процесс завершен? Нет, не будет. И в июле все ожидают еще очередного повышения ставки. То есть, даже если бы мы могли покупать акции американских компаний, то, в общем сказать, стоит делать это или нет, большой-большой вопрос. Вот такой вывод я могу сказать по американским компаниям. Теперь далее смотрим. Может быть, в биткоин, но когда ликвидность сужается, то, в общем-то, кризис и биткоин туда же, значит, летит в тар-тарары. И, в общем, все, кто верещал о том, что биткоин это прямо вот вообще лучшая инвестиция, она, блин, спасет вас от всех и от вся. Вот, и вот надо было покупать биткоин, все говорили, пока он 44-43, значит, или до 40. Ну, это вообще просто вот прямо вот здесь вот покупать-покупать. Но вы видите, что он свалился сначала до 30, после этого, а потом и до 20. Понимаете? И все биткоинщики сейчас слегка приуныли. Ну, я пытался чем заниматься? Ну, каким-то мне один парень звонил, он говорил, что вот, нашел способ, как зарабатывать там, опять забываю, арбитраж. То есть, он нашел способ это делать, покупать биткоин, грубо говоря, в Казахстане, где он вполне доступен, и продавать его в России. Значит, там мы пытались с ним сделать. Да, вроде что-то получается, но мне как-то это не очень понравилось, потому что, ну, чисто формально, на мой счет должны попадать деньги от огромного количества людей. Ну, что может привлечь просто внимание налоговой инспекции. Я сказал, что мне это что-то не очень нравится, и я занимаюсь немножечко другим. Вот. Поэтому биткоин, в общем, ну, я бы не стал рекомендовать, хотя, в принципе, ну, наверное, он скоро начнет расти. Я ничуть не удивлюсь. Теперь давайте посмотрим, что же происходит у нас, ну, с долларом конкретно по отношению к корзине всех остальных валют. Доллар растет, что достаточно логично. Дело в том, что в мире развивается огромный кризис, и когда кризис развивается, то это ведет к бегству людей в стабильные валюты. Стабильной валютой всегда считался доллар, и, значит, соответственно, люди все продают, продают акции, так сказать, американских компаний, получают доллары и сидят в долларах. Ну, а доллар потихонечку, вот, ну, последнее время рос, хотя, в общем, ну, не знаю, мне кажется, он может и упасть. Почему? Потому что инфляция. Вот. Но здесь вот уже, ну, более как-то разумно, может быть, в доллары. Ну, давайте посмотрим. Хорошо, это доллар по отношению к корзине всех валют, в эту корзину рубль точно не входит. Вот. А что у нас происходит с рублем? А с рублем у нас происходит следующее. Вот, если посмотреть издалека, то вот здесь начался кризис вот этот вот, конец февраля, начало марта, значит, там начали санкции вводить. Люди в испуге побежали покупать доллары вот здесь, да? На что Центробанк вводит бешеную сначала комиссию, там бешеные ограничения, ликвидности и так далее, и так далее. И против России вводятся беспрецедентные санкции, что приводит к следующему. Экспорт потихонечку продолжается, потому что платежи за экспорт продолжаются. Ну, это всем уже оскомину набило. Вот. Валюта поступает в Россию, но импорт нам запретили, санкции ввели, значит, мы не можем ничего импортировать, и поэтому доллары идут к нам, и девать их некуда, абсолютно. И раз некуда девать, то, в общем сказать, доллар начал падать, потому что предложение доллара значительно превышает его спрос на этот доллар самый. И доллар стремительно рушился, значит, сначала он пришел к тем значениям, которые были до начала военных действий, а потом рубль продолжил укрепляться феноменально. Ну, вот вы видели, что в конце мая, начале июня произошел отскок, но это помогло ненадолго. То есть, Центробанк там и ставочку понизил, и снимает ограничения потихонечку валютные, но, тем не менее, рубль продолжает укрепляться. То есть, смотрите, вот он, вот этот график, да, и сейчас я, ну, это вот четырехчасовой интервал, и, значит, в большом диапазоне, включающий довоенные действия, давайте посмотрим, что происходит вот именно сейчас уже в другом масштабе. А в другом масштабе, вот получасовой график, он выглядит вот, смотрите, вот доллар падал, 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 и вот сейчас он вышел, ну, куда-то стабилизировался, и он стоит на месте. Что это значит? Что он ждет сильных сигналов. То есть, он устаканился в этом месте и ждет каких-то сильных сигналов. Будут ли сильные сигналы? Ну, пока не предвидится. И поэтому, поэтому, кажется, все здесь стабилизировалось, рубль. Но будет ли укрепляться рубль дальше, честно говоря, не очень понимаю, потому что есть подозрение, что Европа и Америка, они немножечко захлебываются в собственных санкциях, и они потихонечку начнут снимать ограничения на российский экспорт. То есть, доллары станут поступать в Россию в еще большем объеме, а импорт там никто, скорее всего, не готов, ну, как бы, открывать. Поэтому, поэтому рубль будет еще и еще укрепляться, скорее всего. Но это будет при случае отмене санкций. То есть, он пойдет вот дальше, смотрите, вот он устаканился, он пойдет либо вниз доллар, либо вверх. В каком случае доллар пойдет вверх? Ну, наверное, Центробанк может что-то придумать. Типа, прецедентное снижение ставки, там, завершение военных действий, какой-то, так сказать, разрядка международной напряженности. Вы это видите, я нет. Вот, поэтому, ну, вряд ли. Вряд ли, то есть, скорее вниз, наверное. Вот, ну, а может быть, он просто лег в боковушечку. И давайте мы еще вернемся к этому графику, давайте посмотрим следующее. Значит, так, биткоин мы рассмотрели, что с акциями? Ну, начнем вот с этого, индекс РТС, значит, что с акциями? Акции, которые были куплены, индекс РТС, это российские акции, выраженные в долларах. Ну, соответственно, рубль укрепляется, значит, акции и индекс РТС растет. То есть, мы ничего не делаем, а наши инвестиции потихонечку, потихонечку в долларовом выражении возвращаются к тому значению, в котором были. Если мы посчитаем это в долларах. Ну, а если мы посчитаем это в рублях, то, в общем, в рублях тоже у нас, смотрите, все упало. Упало, все говорили плохо-плохо, потом, значит, подпрыгнуло и как-то вот тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, ну, прямо буквально вот как шарик-прыгунчик. Вы его опускаете, он, значит, там бамс-бамс-бамс-бамс-бамс-бамс и, значит, где-то устаканивается. То есть, инвестиции не идут никуда, они не растут, не падают. Что будет с ними? Ну, вот с инвестициями и с акциями, скорее всего, они начнут расти. И теперь самое, как бы, делаем вывод. Вывод делаем следующий. О том, какая же самая лучшая инвестиция. А самая лучшая инвестиция – это ничего не делать. Пока ничего не делать, потому что самая лучшая инвестиция – это рубль. Рубль оказался самой крепкой валютой в мире в этот период, потому что вы видели, что DXY – это доллар по отношению к корзине всех мировых валют. Он укрепляется по отношению ко всем валютам, кроме рубля. Рубль крепче доллара. Рубль круче, чем доллар. Поэтому, если вы не знаете, куда инвестировать, просто держите рубли. Они вам еще пригодятся. Ну, а чем занимаюсь я? Я, ну, вы знаете, в мае месяце съездил в Казахстан, открыл счет в Каспий для того, чтобы уметь переводить деньги своей дочери в Чехию. И, ну, я это сделал, у меня это стало получаться. И я сейчас помогаю людям переводить деньги в Чехию, и не только в Чехию. И, в общем, имею с этого фиксированный, ну, не то что фиксированный, а какой-то доход. Смотрите, ну, я смотрю, по какому курсу я могу перевести, это я вижу. Я накидываю там 5% своей, и, собственно говоря, гарантированный доход я имею с каждой сделки, там, скользко, ну, какие-то проценты. Вот, и этим я могу заниматься где угодно и когда угодно, в том числе вот в горах Эльбруса. Когда я был, я ходил по ущельям, там есть связь, и как только есть связь, я могу, просто мне люди спрашивают, говорят, сможешь перевести столько-то? Я говорю, да, могу, пожалуйста. И перевожу, и денежки при этом зарабатываются. Вот, но для этого мне надо было съездить в Казахстан, во-первых, а, во-вторых, в общем-то, сказать, здесь надо иметь какую-то, ну, сообразительность, какой-то учет, очень четко ориентироваться во всех этих курсах, очень четкий, значит, какие-то в табличке Excel и так далее, и так далее. У меня достаточно сложные, ну, построены расчеты. Вот, я веду тут какие-то графики, значит, это вот курс чешской кроны к рублю, значит, я его отслеживаю. Чешская крона к рублю тоже, естественно, падает. Вот, и я просто постепенно, я отслеживаю эти курсы и говорю, вот, по таким курсам я смогу вам перевести. Этот учет тоже надо было наладить, но мне это интересно, я этим занимаюсь. Чем можете заниматься вы? Вот, смотрите, вот сейчас вот, если мы посмотрим на график USD рубль, то он стабилизировался. И на этом можно заработать. Вот это боковой тренд. Вот, посмотрите, и здесь можно, смотрите, просто вот на нижней граничке поставить стоп-заявочку, купить доллар. Потом он подрос до верхней границы немножечко. Мы поднимаем планочку, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык стоп-лимит по этой заявочке. И как только он пошел вниз, значит, стоп-лимит сработал, мы зафиксировали прибыль. И, соответственно, по верхней граничке мы ставим стоп-лимит на продажу. Вот, и, соответственно, в шорт продаем мы эти же самые фьючерсы. И потом, значит, аналогичным образом стоп-лимит на покупку ставим и двигаем его вниз. Тот самый механизм, который я очень подробно расписывал в своей бирже для чайников. Прямо вот конкретно, там вот вообще в деталях все. Вот. И на этом просто можно вот сейчас очень хорошо на этом тренироваться. Во-первых, вы можете на этом заработать. А во-вторых, вы ничего практически не потеряете, потому что колебания настолько незначительные, что это просто практически безопасно, можно сказать. Вот сейчас я включаю 5-минутный график. Вот, посмотрите. Вот. Посмотрите, как он выглядит. Практически горизонтально. То есть боковик совершенно глушнецкий такой боковик. И на этом просто можно тренироваться. Вот здесь вот купил, здесь продал. То есть смотрите, вот я вот здесь вот, например, купил. Вот оно вот, да? Купил. И ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот продал. Вот они стрелочки. Буквально вот в трейдинг-вью уже, так сказать, буквально стратегия положена. Здесь стрелочки стоят. Подробнейшим образом я об этом рассказывал, повторяюсь, в курсе биржи для чайников. Здесь купили, здесь продали. Причем здесь купили, например, один фьючерс, продали два фьючерса. Ну, лучше, конечно, это делать на каких-то больших объемах. Ну, на самом деле, для того, чтобы купить один фьючерс, там достаточно, насколько я помню, там в районе 10 тысяч рублей. То есть ничего не теряете, зарабатываете. Если получается зарабатывать, начинаете вкладывать больше. Смотрите, вот здесь вот продали, купили. Вот здесь вот поставок купили, продали. Ну, потому что, смотрите, вот он пошел вниз, и здесь у вас сработает стопарь. Вот, ну, не надо рассчитывать, что он пойдет сюда. Сработает стоп-сигнал, и вы просто продадите здесь. Вот, ну и так далее. Ну, ничего больше, вот самая простая процедура, самая такая тривиальная. Да, надо сидеть за компьютером, но здесь, посмотрите. Вот сейчас я сделаю линеечку, и посмотрим, сколько же можно на этом заработать. Там будут мизи. О, один процент. Вот на этой сделочке, вот на этой сделочке, один процент. Пошла она вниз, еще один процент, смотрите. Еще один процент, два процента в день. Пошла она вверх, значит, там, ну, где-то вот здесь вот так вот, раз. Давайте без фанатизма. Да, вот она, вот раз. Вот, здесь мы ее где-то закрыли. Еще 0,6 процент, смотрите. 1, плюс 1, плюс 0,6, плюс 0,6, плюс 0,6, плюс 0,6. Здесь ничего. Ну, плюс 1 явно, еще плюс 1. Ну, то есть 5 процентов в день вполне можно себе делать. Очень хорошая штука. Если вы хотите потренироваться в трейдинге, очень увлекательное занятие, то сейчас самое то. Колебания абсолютно небольшие, сильно много не потеряете. Зато если везет, то заработать можно достаточно хорошо. Здесь есть, конечно же, риски, потому что вы можете, ну, как бы купить, вот, а он пошел вниз, вот, как здесь, например, да, вот здесь вот. Ну, явно вот здесь надо было покупать доллар, да. Вот мы купили доллар, если мы забыли поставить стоп, то он пошел вниз, и мы в убытках. Здесь надо ставить аккуратно стопы, о чем я говорил, опять же, в курсе биржа для чайников. Там прямо вот подробнейшим образом обо всем этом я рассказывал. Итак, смотрите, вот здесь еще раз. 1% плюс 1%, плюс 0,5%, плюс 0,5% это 3% мы заработали, да. Значит, здесь мы, скорее всего, вот здесь вот купили, например, да, а он пошел вниз, скорее всего, зафиксируем убыток. Вот, потом он пошел вверх, ну, не знаю, купим или нет, здесь еще можно полпроцента, еще 1%, то есть 3% мы заработали, здесь 4,5%, дальше явно здесь минус 1% будет. Ну, то есть 3-4% в день мы можем получить. Вот такая штука, очень увлекательно, если кто хочет позаниматься, то занимайтесь. Ну, в Казахстан я вас не зову, конечно же, это во-первых. Во-вторых, ну, это достаточно сложное занятие, и я не могу это, наверное, ну, рекомендовать всем, потому что, ну, там и риски достаточно большие, и там надо что-то там очень быстро ориентироваться, то, чем я занимаюсь. Ну, а другие вещи, ну, наверное, все-таки надо заниматься тем, что зарабатывать рубли на фондовом рынке я показал, как. Не лезть во всякие аферы. Вот, тот человек, с которым я общался, он, значит, там мне рассказывал про всякие замечательные схемы, которые он находил, схемы были интересные. У нас вроде бы все получалось, но он нашел еще более интересную схему, то есть торговать по сигналам, и где его, в общем-то, закономерно кинули. То есть ему давали какие-то сигналы, когда покупать, когда продавать, он этим сигналом пользовался, значит, там с успехом достаточно, ну, а потом ему посоветовали вложить туда 1000 долларов, и пропали люди с этой 1000 долларов. Стандартная ситуация развода. Поэтому не попадайтесь на ситуации с разводом, спокойно пытайтесь торговать сами, никто вам бешеную прибыль не сделает. Ну, а если вы не хотите этим заниматься, то, в общем, сказать, просто доверьте свои деньги управляющим компаниям от, ну, буквально, от открытия брокер. Я вам очень-очень это рекомендую. Вот, сам я вложил, ну, 200 тысяч рублей я внес на брокерский счет для того, чтобы закрыть там, ну, был у меня кредит, вот, который я в самом начале всего этого влез и перевел деньги дочери. Вот, я погасил этот кредит, потому что, вот что надо сделать обязательно, так это погасить все кредиты, потому что рубль сейчас укрепляется, и доходы у многих не растут в рублях, поэтому, в общем, кредиты стоит загасить. Вот это первое, что надо сделать. Никуда не надо инвестировать рубли, не надо брать кредиты никакие, загасите все кредиты. Вот, то, что я вам очень сильно рекомендую. И очень сильно рекомендую заняться именно зарабатыванием денег. Ну, если вы не можете зарабатывать бизнес, если у вас нет предпринимательской жилки, то вот, пожалуйста, трейдинг. Такие варианты. Вот, ну, а вообще говоря, занимайтесь тем, что вам интересно. И я сейчас потихонечку начинаю покупать облигации. Ну, раз рубли лежат, значит, соответственно, с ними надо что-то делать, зарабатывать в рублях. У меня, ко мне обратился один из моих знакомых, он занимается госзаказами, и он набрал этих госзаказов сейчас выше крыши, и ему нужны деньги на закупку материала. Он попросил у меня деньги, займ, там, официальный, с договором, я ему, да, 300 тысяч рублей. То есть вот такие варианты. То есть, ну, это те же самые, как бы, облигации, только под, он просил у меня под 30% годовых, я его не тянул за язык. Значит, он попросил, я ему, да, у меня эти деньги были. И вот те деньги, которые у меня есть еще там где-то тоже еще в районе, там, может быть, 200-300 тысяч, я как раз их верчу на вот этих вот переводах за рубеж. Хотя они не нужны такие большие, но а куда вкладывать, пока неизвестно. Поэтому занимайтесь вот этим. То есть, если бы у меня не было вот этих вот всяких переводов, ну, наверное, я бы занялся вот этим. Вот торговлей на срочном рынке с фишкой, то есть вполне себе интересное занятие. Вот, и опционами. Ну, а сейчас у меня просто, вот я говорю, я отдыхал, мы приехали с Эльбруса, в общем, сказать, я не успел. Еще отоспаться, ну, мы ездили с женой, сын оставался здесь. И сейчас погода такая жаркая, и ничего не хочется делать. Мы с сыном поехали плавать на байдарке еще. И целый день, ну, до глубокой ночи мы плавали еще и на байдарке. То есть отдыхайте. Лето для этого и существует, для того, чтобы набираться сил, смотреть, ну, а потом уже будем с вами заниматься. На сегодня все. Лайк, подписка и до встречи. С вами был Демитков Юрий.